Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Ну, про результативность встречи, это такой общий вопрос. Единственное, что я вот смотрю, цитирует пресса турецкая, я прошу прощения. На совместной пресс-конференции с Зеленским в пятницу Эрдоган объявил, что президент России Владимир Путин посетит Турцию в августе, и тогда он будет настаивать на вопросе, я так имею в виду, что имеется в виду про этот коридор зерновой. Просто сам факт, что президент России посетит Турцию в августе, учитывая, что в других государствах есть вероятность, что его могут задержать. А как с Турцией? В этом смысле тут ему зеленый коридор или зеленая улица? Или как воспринимать эти визиты Путина в Турцию? Ну, это, во-первых, еще заявление, не факт, что только визит состоится в Турции, хотя Эрдоган хотел бы, потому что он пытается все же еще разыгрывать карту миротворца, карту посредника между Россией и Западом, между Россией и Украиной. Турция неплохо на этом зарабатывает. И, собственно говоря, и турки это не скрывают, что они получили выгодный продовольственный хаб, который контролирует и оказывает поддержку режимам и политическим силам Большого Ближнего Востока украинским и российским зерном и продовольствиям. Поэтому турки, да, на этом зарабатывают. И, конечно, Эрдоган пытается максимально извлечь выгоду из этой посреднической миссии. Но надо сказать, что сейчас Москва заявляет о том, что она не собирается продлевать зерновое соглашение. Москва пошла на ряд действий на Ближнем Востоке, например, в Сирии, которые осложнили и так сложную ситуацию в этом регионе и играют против Турции. Поэтому Турция бы приняла ряд мер воздействия на Россию. В том числе и показательное действие это отдало Украине военнопленных, которые временно находились по международной формуле на третьей территории в Турции. Это наши защитники Азовстали, командиры Азова были сегодня отданы Украине. Это такой хороший, хорошая пощечина, хороший привет, метод воздействия на Россию. Потому что Россия выставляет заведомо неприемлемые требования для возобновления зерновой сделки. Я могу назвать эти требования, если есть такая возможность. Во-первых, это подключение к СВИФТ Россельхозбанка. Это банк, который контролируется Патрушевым-младшим и который является главной кормушкой. Это возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчасти сервисного обслуживания. Оказывается, Россия не имеет достаточной своей базы для производства сельскохозяйственной техники для своей страны. Это снятие ограничений на страхование и перестрахование, а также доступ к портам. Сейчас Россия заблокирована. Это возобновление работы МЯКО-провода Триятия Одессы. Это разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с ним, производств, которые транспортируют продовольствия и удобрения. То есть это слово, которое они выставляют заведомо, понимая, что на это международное общество пойти не может. Например, рост сельхозбанки SWIFT, например, или поставки сельскохозяйственной техники, или допуск к портам, тем более. Но она это требует и угрожает, шантажирует и Турцию, и Украину, и международное сообщество отказом продолжить зерновую сделку. Конечно, это вызывает негативную реакцию Турции. И Турция напоминает России, что у нее есть инструменты давления. В том числе, первое, да, это показательный возврат военнослужащих в Украине, которые находились под договоренностью в Турции. А напомню, что эта договоренность по Азовстале принималась в том числе как некий пакет вместе с зерновым соглашением. Хотя об этом сейчас не говорят. Считается, что это разная история, но в действительности это одна история. Вот такой предпоследствий сегодня произошел. И будет еще привета, ведь неоднократно Турция блокировала прохождение российских судов через свои воды и через протоки. Турция провела ряд мер по недопущению обхождения санкций через Турцию при помощи третских экономических агентов в отношении России. Что тоже является хорошим аргументом для России. А также активно сейчас ведет работу по нахождению партнеров для реализации транскаспийских энергопроводов. Которые должны обойти Россию по транспортировке газа и нефти. Большого газа и большой нефти из Кашагана и других месторождений в Центральной Азии, например, в Казахстане. Поэтому Турция пытается найти инструменты давления. Думаю, что в конце концов у Эрдогана найдется аргументы. Что касается самого визита. Да, нам хотелось бы, чтобы такие визиты не состоялись. Но, повторяю, Турция на этом зарабатывает. Она зарабатывает на том, что позволяет и такие визиты. Также, потому что видят в этом выгоду с точки зрения получения неких бенефитов. Надо всегда помнить, что в Турции есть собственные национальные интересы. И Россия где-то соприкасается с этими интересами Турции. А где-то конкурирует. А где-то Турция сотрудничает с Россией. Например, как было или в Сирии по ряду вопросов. Или на Кавказе. Или как это было во время конфликта в Азербайджане. То есть, есть точки, где интересы пересекаются. Но есть много точек, где интересы расходятся. И Украина тем должна, конечно, пользоваться. Виталий, заявления в отношении украинского пути в НАТО вкладываются в какую систему координат? Контрмер в отношении России? Либо же в систему национальных интересов Турции? Ну, я бы сказал бы так. Что раньше мы подобное заявление слышали не от Эрдогана. А больше слышали от экспертов. Даже не представителей высшего военного командования или политического руководства. Сейчас мы слышим это слова от Эрдогана. Да, это еще не поддержка. Это еще не слова, что Турция поддерживает в случае голосования. Или Турция всегда поддерживает и поддерживает предоставление Украине членства в НАТО. Он сказал, что Украина заслуживает. Это, во-первых. Это как бы такая игра слов, но она очень важна. Это еще не да, но уже не нет. Вот где-то так. Поэтому я считаю, что это национальные интересы тут. Как раз защита национальных интересов. Они играют с этими формулировками. Но Турция является членом НАТО. Причем система образующая член НАТО в этом регионе. От Турции многое зависит. У военно-политического блока НАТО в Черноморском бассейне. Поэтому ее позиция важна во всех отношениях. В том числе и для усиления сотрудничества и взаимодействия. Более того, сейчас Турция наращивает производство дронов. В том числе и военно-техническое сотрудничество с Украиной по производству этих дронов. Это тоже в определенной мере игра на национальные интересы. Но это и поддержка Украине. Пока Турция стопроцентно не заявила о поддержке Украины в НАТО. Это надо помнить. Далее, вот еще как итог того, о чем было сказано и о чем было озвучено. Пытаясь быть нейтральным, пишет пресса турецкая, опять же, по нейтральным посредникам, снабжая Украину оружием и в то же время существенно увеличивая торговлю с Россией, Эрдоган подтвердил свой призыв к мирным переговорам, заявив, что поднимет этот вопрос с Путиным, когда они встретятся. Но уже неоднократно даже Михаил Подоляк буквально в свежем интервью, которое, кстати, очень скоро мы сможем продемонстрировать нашим зрителям, сказал о том, что субъектность Украины не позволяет никаких договоров за спиной Украины. Каким образом будет подниматься вопрос России без участия Украины о каких-либо мирных переговорах? Вы видите механизм, как это будет происходить и вообще о чем можно договариваться в данной ситуации сейчас, в той атмосфере, которая происходит на поле боя? Ну, во-первых, мирные инициативы звучат с разных сторон. Мы видели инициативу от африканских стран, мы видели инициативу от Папы Рымского, мы видели инициативу от бразильского президента Лулы. То есть есть много инициатив, направленных на разрешение военного конфликта в Украине, как они это называют, в усиленности войны России против Украины. Турция всегда выступала с позиции посредника, предоставляла свою территорию для переговоров, а также оказывала всевозможные посреднические услуги, как Украине, так и России. Снова подчеркну, Турция зарабатывала на своей посреднической миссии. На своих услугах. Поэтому сейчас Эрдоган пытается извлечь максимальную выгоду от этой позиции, имея в руках определенные козыри, видя ослабление Путина, путинского режима России в целом, понимая, что он может получить от России больше, чем просто украинский кейс. Но это может быть связано и с Сирией, и с Кавказом, и Центральной Азией, где Россия ослабевает и нуждается в неких партнерах, спарринных партнерах. Поэтому у Турции много вопросов. И Эрдогану есть о чем поговорить с Путиным, не только об Украине. Что касается переговоров по Украине, я сомневаюсь, что сейчас у Анкары есть некий драфт мирного соглашения или некая одна модель, которую они смогут протащить, используя разные способы. Без учета позиции Украины никто, конечно, вести переговоры не будет. Любые драфты переговоров, драфты соглашений, они могут разбиться у любую военную операцию, которую проведет Украина против российского агрессора. Это было уже неоднократно в Украине. Мы помним стамбульские переговоры, чем они закончились. Мы помним попытки начать новые переговоры в Берлине, в Вене, в других городах, где говорили, что вот-вот стороны подходят к некому драфту, вот дипломаты получили некий реферат этих соглашений. Но потом все разбивалось, наша наступательная операция, или что-то происходило на фронте, или Россия показывала какую-то ошибку, которую мы могли использовать. Я думаю, что сейчас тоже произойдет. Ни о чем, никаких больших переговорах Эрдоган с Путиным не договорится. А вот вернуть зерновое соглашение он вполне может. И об этом необходимо говорить. И мы об этом как раз и будем продолжать говорить далее в нашем эфире. А вам мы очень благодарны за ваше участие в нашем сегодняшнем вечернем эфире. Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.